Библионочь 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 в Северокавказском федеральном университете проводится впервые. На мероприятии были задействованы сотрудники библиотеки, творческие студии, преподаватели, деканы и директора институтов. Их усилия слегка оправдались. Буквально яблоку негде было упасть от большого числа людей, желающих увидеть происходящее своими глазами. В честь моего юбилея позвольте мне считать себя распорядителем сегодняшнего торжества. Открыл мероприятие сам Михаил Юрьевич. Герои его книг Печорин и Белла тоже прогуливались вместе со студентами. Но пользовались популярностью не только персонажи Лермонтова, а к примеру герои книг Пушкина – барышня-крестьянка Татьяна Ларина и Борис Годунов. На этой площадке можно было почувствовать на себе, как когда-то Пушкин и Лермонтов создавали свои произведения не с помощью ручки, а с помощью пера и туши. Пушкин и Лермонтов Пушкин и Белла за один день освежить в памяти самые известные произведения Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича. А помог в этом заслуженный артист России Александр Ростов. А кто хотел отвлечься от города книг, мог зайти в чайный домик и прикоснуться к китайской культуре. Атмосферу церемонии чаепития этой страны постарались выдержать во всех ее традициях. Благовония по всему залу, сидения на корточках на специальных ковриках, книги об истории российско-китайских отношениях и, конечно, дегустации знаменитых китайских чаев. Например, я вот держу в своих руках одну из пиал, в которой будет завариваться чай, и потом соответствующим образом он будет проходить некий ритуал. Дело в том, что китайский зеленый чай, китайский черный чай, они обладают массой полезных свойств и качеств, и чай – это своего рода душа Китая. А как же век просвещения бейсбайльных танцев? Мастер-класс проводили тут же на месте. И вот к концу мероприятия можно было увидеть девушек в пышных платьях, кружащихся в ритме вальса. Причем свое танцевальное мастерство можно будет совершенствовать и в дальнейшем. Организаторы пообещали, что Библионочь станет традиционной и будет приурочена Дням славянской письменности.